Субтитры сделал DimaTorzok Какую-то интересную вступительную часть моего репортажа и только потом свести все к базовому зачитыванию какого-то корреспондентского текста Что ж, очень хорошо, что мы не на телеканале Россия 1, поэтому я могу просто вам сказать то, что будет Dead Cells Это мертвые клетки и, наверное, вы знаете, что такое Dead Cells, в смысле видеоигра И в последнее время пошел такой тренд, ну как в последнее время, последние несколько лет Тренд выпуска настольных игр по известным видеоиграм Dead Cells отлично подходит под настольный процесс, если немножко модифицировать его Это отличная реиграбельная штуковина Такая неплохая Metroidvania Rogue Light видеоигра И, в принципе, на коробке точно так же с настольной игрой написано то, что это Rogue Light Оптимизация Dead Cells под настольный процесс Отличается от того, что случилось с Bloodborne или, допустим, с Apex Legends Все-таки эта игра больше Dead Cells подходит под настольный вариант В Steam для TableTop симулятора сами разработчики или сам издатель Scorpion Mask оригинальный Создали демо-версию для тех, кто поддерживает игру на Kickstarter Ну, она, если что, в свободном доступе Поэтому эту демо-версию можно будет посмотреть всем желающим Не знаю, до того момента, пока ее не удалят Может, никогда не удалят И вот это мы сейчас сделаем с Хароном Боркупом И покажем вам, как этот процесс выглядит Если что, это кооперативный данжен-кроулер В котором вы должны исследовать Мутировать Убивать Умирать И повторять заново Все это, все это, все это и так далее Ну, подобно, пока вы не убьете все Пока вы не пройдете финального босса Которым здесь является Десница Короля Ну, формально, если верить рулбуку Может быть, что-то будет еще Черт его знает В общем Что мы ждем? Ничего мы не ждем Поехали Это мертвые клетки И они уже готовы Если что, эта игра еще не вышла В настольном виде, я имею в виду Еще, по-моему, идет Kickstarter И Вот то, что мы сейчас увидим Это, если что, демка Но демка в том плане То, что все Объекты здесь Все талики Все карты могут поменяться Какой-то баланс Может быть, введен и прочее В общем, не стоит ориентироваться на цифрики здесь Но игровой процесс Эта демка показывает Вы Dead Cells прошли? А, да Что значит прошел? Ну, в смысле, финально Босс убил Десницу Короля? Десницу я убил Ну, я убил ее только один раз А вообще-то ее надо убить восемь раз Один раз и хватит Нет, врук, шесть Один раз и хватит Значит прошел Потому что я Я дошел только до Хранительницы Времени И один раз она меня убила Я сказал Ай И все И закончилось для меня Не, ну это все равно Что в Хейдисе Батяню только один раз запинать Это не считается Это ты только начал играть А, ну, типа обучение прошел, да? Ну, типа того, да Это как в Dark Souls Ты дошел до Оршен Смауга Оп, такой думаешь Все, а там А нет Обучение закончилось А там еще New Game Plus А там еще Это Elden Ring Да Там Elden Ring, да Вообще Dark Souls Это обучение для Elden Ring Чтобы ты смог понять Что как происходит А Elden Ring Это обучение для Раби Риби А все это для того Чтобы играть В мобилке 3 в ряд Чем сейчас Саша и занимается То есть она над мозг Да, вот именно А вы какие там дурацкие Короче, думать здесь надо будет Здесь не надо нажимать кнопочки Здесь реально надо будет думать И игра из обычного платформера По сути Ну, сложного платформера Превратилась в данный же кроллер Со стратегией То есть формально Это типа стратегия Что мы будем делать? Мы будем как и в большой игре Будем называть ее Большая игра Путешествовать по биомам Если что Вот биом лежит один Вот биом в троих Все будет там Что-то много Но в демке Доступно вот два И мы должны Дойти Здесь вот В Prisoner's Quarters Как оно по-русски Читается Я забыл Тюрьма Тюрьма, да Тюремные клетки Да И прийти в токсичную Вот в дискорд Короче прийти в наш Вот В канализацию В общем прийти И Соответственно Раскладка Всегда Разная Вот допустим Вот эти вот талики Здесь лежат Они рандомно выбираются По форме То есть у вас По сути Если вы будете проходить Игру заново Вот из-за того Что раскладываются талики По-разному Оно будет меняться Это я перевернул что ли Или это было перевернуто Ладно не суть В общем Что мы делаем Вот мы Если что Вот фишка нашей группы Мы будем двигаться Если что Это чистый кооп Надо сказать Это чистый кооп Который мы будем пытаться Выжить Мы будем двигаться По биомам То есть передвигать Свою фишку Так-так-так-так-так-так И пытаться дойти До конца биома Получая за это Ништяки Награды И прочее Как и в большой игре Одним забегом Игра не заканчивается Вы тратите клетки На всякие апгрейды Вот апгрейды Здесь лежат И апгрейды Там если что Они при детерминированном Порядке Идут То есть вы не можете Получить какой-то Супер крутой Пока не получили Какой-то супер сратый И вы будете получать Апгрейды И соответственно У вас каждая партия Будет начинаться По-разному Ну вот как В принципе В Роглайты сделано Так что мы начнем Первую партию У нас будет говно У нас не будет Никакого дополнительного Ничего И мы просто Поедем Кто мы такие Мы безголовые У нас есть 4 безголовых Есть Четвертованный Есть Как тебя это называют Флейт Не помню Как переводится Флейт Отравленный И имолейтед Хер его знает Короче Ожженный Да И вы Выберите Перед началом Партии Одного из безголовых У каждого из безголовых Что есть еще памятка Вот здесь вот она По этим По перкам По прокачке И прочему Там правда шакалы Ну ладно Где шакалы Шакалы Шакалисто Кстати да А что так шакалисто Все Реально А тебе зачем Не шакалисто Ну что ж Оно шакалисто Согласен А где нибудь есть Я вчера проверял Все было не шакалисто В общем от шакалов Не избавиться Поэтому придется Верить мне лично Что у вас есть на планшетах Собственно говоря Показатели здоровья Самые верхние У вас сейчас Три максимальных очка здоровья У вас это написано Если что В зеленой строке Вот видите Вот здесь есть Два маркера Как и в Большой игре Называется Живучесть Выносливость И брутальность И вот эти вот маркеры Они будут двигаться Соответственно направо Это прокачка И когда он будет Двигаться направо У вас характеристики Будут меняться У каждого Соответственно Они разные Допустим Да не будем допускать Может мы даже До прокачки не дойдем Тут есть разные Навыки Свойства И прочее Как только это произойдет Тогда это произойдет Внизу у вас Под планшетом Есть место Под предметы Почему-то вот У отравленного Немножко по другому Планшет выглядит Ну тут в общем В разном Разное состояние По разработке Планшетов Но не суть Может быть Всего три Предмета Каких-то Но это При максимальной Прокачке Сейчас Если вы посмотрите Вот сюда На Планшете Мутации Указано То что У каждого персонажа Может быть Только Одно Одна ячейка Для экипировки Активная карта Ячейка для активной карты Это для боя Вот туда вы будете Класть карту Которую вы Разыгрываете В бою В общем-то Это все Что у нас есть И поехали подыхать Что происходит Как игра проходит Собственно говоря Ход за ходом Пока Либо мы не дойдем До конца биома Либо пока не убьем босса Либо пока не сдохнем Не сдохнет кто-то Один из нас В общем-то Вот наша фигурка Вот мы Отсюда мы начинаем Ваш ход состоит Из трех Этапов Первое Передвиньте фигурку По стрелочкам Видите Тут есть стрелочки Куда она может передвинуться Второе И Мы должны выбрать Первого игрока И еще Кто у нас будет Первым игроком Случай Давайте я Вот Вот этот вот Первый игрок будет меняться Буду я Первым игроком Вот эта корона моя Собственно Передвигается Вот эта вот фишка Группы Мы сдвигаем ее Смотрим Что здесь указано На этом жетоне И Смотрим что он дает Этот жетон Вы уже сейчас начали играть Ну вот реально Мы начали играть Поэтому можете Включать микрофон И поехали Этот жетон Позволяет взять Свиток Фиолетовый Сейчас Первому игроку Первый игрок это я Либо взять Карту Из клада предметов Если я возьму фиолетовый свиток Я продвину свой маркер Фиолетовый маркер прокачки Направо Окей Мы сейчас должны обсудить Че кого Мы что берем предмет Или фиолетовый Свиток Фиолетовый свиток У тебя Че дает Че у тебя Он мне даст Обилку Которая позволит Получить пробирку Пробирка позволяет Восстановить одно хп Потерянное Не одно А все Нет Описано Что хил Это все хп Нет Посмотри Вот же есть Один вел Вайл Да Пробирка Ладно И кстати Они еще убрали Отсюда Жетончик пробирки По идее А Вайл и поушен Это разные вещи Это разные вещи Пробирка позволяет Один хп восстановить А поушен Позволяет полностью Короче Это позволит мне В качестве навыка Это делать Навык я запускаю При помощи своих карточек Во время боя Так что Окей А шмотка Там Шмотка Шмотка Наверное Рандомная И мы ее сейчас назначим Кому нибудь Ну давайте просто Вот эту вот Одну возьмем Опа Окей Это ржавый меч Он В одной из фаз Раунда боя Позволит Вместо Вашей обычной Атаки Просто нанести урон Ну то есть Это Типа Заменить свою Обычную атаку Во втором раунде Видите там написано Римская цифра 2 Римская цифра 2 есть Это означает То что во втором раунде Вы вместо Своей Своего действия В бою Сделаете Нанесение одного урона Кто не хочет? Ну так как мы Вообще не знаем Чем наши персонажи Хороши или плохи То давай кому нибудь Я тоже не знаю Я вот смотрю на свою руку И давай ее мне Давай бери Забирай Клади ее в слот Просто в слот Все Мы знаем Что у тебя есть ржавый меч Все И вот эту вот комнату Мы прошли И третий шаг Первый Это мы идем Проверяем лицом комнату Второе Перевращиваем жетон И проверяем Что он делает И третье Проверяем Сдохли мы или нет Если не сдохли Идем дальше Если сдохли Забег закончился Но мы не сдохли Все Куда идем дальше? Давай наверх Наверх? Наверх Тут еще камень Да Что это такое? Давайте скажу Тут написано Видите вообще Если нарисована где-то корона Видите там корона Справа сверху Это делает первый игрок Этот символ С вопросиком Говорит мол Вытащи карту Из своей колоды И разыграй результат В зависимости от символа Который есть В левом верхнем углу Если вы сейчас посмотрите На одну из своих карт Там есть символы Зелененький Фиолетовый Красный Ну вот в общем В зависимости от того Что выпадет Вы получаете Какой-то бонус Может ничего не выпасть Соответственно Ну что поехали Наверх тогда? Ну это встреча с врагами Если что В итоге Смотрите Здесь на талике указано Какая встреча у вас будет Что мы делаем? Мы этот талик Сейчас разыгрываем Сверху вниз Слева направо Мы должны выложить Двух обычных врагов Враги если что Вот здесь вот Мы берем их Выкладываем на вспомогательный планшет Переносим сюда Здорово И вот сюда кладем Бам-бам У нас вышел Щитовик И зомбарь И вот Нам бы их Желательно убить Также Вот видите здесь рука Рука показывает то что Что вы получите Если вы сделаете Действие лута В процессе боя А это еще что Одна клетка Мертвая клетка Для прокачки Соответственно Вот эти вот Мудайки Нам их нужно убить Как проходит бой Видите Здесь вот этот Вспомогательный планшет Вам показывает То что В каком порядке Ходят Персонажи То есть вот здесь Есть левая ячейка Это как бы Для врага Который ходит быстро Пока что таких нет И не будет в этом бою Затем ходим мы Вот это вот Наши если что Наша ячейка Затем ходит Щитобой Затем ходят Зомби И так далее Каждый бой Проходит 3 раунда Почему 3 раунда Потому что видите Тут вот 3 полоски Есть 3 полоски Адидас И 3 раунда Бой будет длиться Соответственно На картах врагов Указано Видите Вот там где Надгробие Такой плюсик Надгробие с крестом Показано Что вам Даст Убийство Этого врага А если написано 4 То этот враг Еще дополнительно Перед тем Как закончится бой Ну после 3 раунда Сделает еще вот это Вот то что указано После 4 Давайте расшифрую Что делают враги Ну щитобой Видите щит Указан Он в первом раунде Даст щит себе Затем Во втором раунде Он даст щит тому Кто находит слева И щит тому Кто находит справа Щит как я Как вы понимаете Просто блокирует Один урон Который вы наносите Этому врагу В третьем раунде Щитобой Что? Щитоносец Он даст урон Первому игроку И зомби Ну у него тоже Все очевидно В первом втором раунде Он наносит урон И за убийство Что того Что другого Вы получаете Золотой зуб Золотой зуб Нужен для покупки Временной валюты И затем Еще вот здесь Указано Справа На боевом планшете Что вы делаете В конце раунда Там еще есть Отравление Если вдруг Между врагами Будет ячейка пустая То их надо будет Сдвинуть И так далее И тому подобное Единственное Что не очевидно И ты этого не озвучил Сейчас То что Если не написано И нового То урон Мы распределяем Как хотим А да Да Урон Как хотим Распределяем И что мы делаем Вообще Как проходит бой Вот сейчас Мы должны выбрать Одну карточку С руки На руке Которая у нас есть И положить ее Вместо активных И потом Мы одновременно В ячейку Активных карт И затем Мы одновременно Эти карточки Откроем И скажем Что мы будем делать Но перед этим Что мы можем обсуждать Перед этим Мы можем Обсудить Что мы будем делать Общую тактику Причем очень быстро Не больше минуты Написано так В рулбуке Но мы не можем обсуждать Символы на картах То есть Я не могу сказать Мол Я в первом раунде Нанесу урон Чуваку Который находится В таком-то Таком-то слоте Ну вот я просто Покажу свою карту Чтобы прошифровать Что символы значит Вот это вот Моя карта Говорит что В первом Или в третьем раунде Я могу нанести урон По вот этим вот Ячейкам Которые указаны Ну допустим Вот эта вот Вот эта карта Которая справа лежит Позволяет мне Во втором раунде Нанести урон Либо левой самой ячейки Либо первой из трех Ну по инфографике Все должно быть понятно Вот эта шестеренка Которая нарисована на карточке Позволяет вам запустить Шестеренку С вашего планшета И есть еще Символ ручки Ну вот как Как вот здесь вот Был на жетончике Который только что открыл Это действие лута Ну то есть Вы забираете все то Что лежит На вспомогательном планшете Вот эту вот клетку Забираете короче И мы должны сейчас Выбрать одну карточку И выбрать с нее Только одно действие Мы это делаем В порядке хода То есть сначала я Потом борку Потом хрону То есть сначала желтый Потом фиолетовый Потом красный Мы выбираем карточку И говорим Я допустим Вот я эту карточку Если выберу Я скажу Я выполняю Либо я скажу Я выполняю действие В первом раунде Я скажу Я наношу урон В первом раунде Либо я скажу Я наношу урон В третьем раунде То есть я должен Выбрать одну Из трех полосок И сделать действие Соответствующее И потом Мы одновременно Раскрываем И отыгрываем Три раунда боя По порядку Соответственно То есть сначала Походим мы Потом два врага В первом раунде Во втором раунде Соответственно Мы Два врага В третьем раунде И так далее Пока Либо не сдохнем Либо мы Либо они Уф Слишком много Дурацких объяснений Давайте я просто Скажу Еще Последняя вещь Что значит Значок У корона Сейчас я пошел Объяснять А вот Если Харон Запускает действие навыка То он кладет Жетон меткости Вот такой вот жетончик Жетон цели На какую-то цель Тут указано любую Если что Он может куда угодно положить Если Если врагу С жетоном цели Наносится урон То Плюс еще один урон Наносится У тебя Ты за действие навыка Можешь просто добыть Нам золотой зуб Ну то есть Валюту найти Я Вот если Это действие навыка Запущу То я могу Разыграть Любое действие С карты Которая лежит Наверху моего сброса Если я все правильно помню Да Я могу Совершить действие С карты Наверху моего сброса Ну то есть Сейчас ничего Потому что Сброса нету И вот сейчас Вот мы Выбираем Да И Харон Смотри Вместо того Чтобы выполнить Действие второе Ну Действие во втором раунде Если ты его запланировал Ты можешь выполнить То что указано На твоем На твоей карточке меча Ну то есть Это выгодно Допустим Если у тебя Тебе нужно нанести урон Во втором раунде Но у тебя карточек Просто с нанесением урона Во втором раунде нет И ты можешь заменить действие Соответственно Мы выбираем В порядке хода И Харон Забери карточку назад Так Погоди Погоди То есть Ты хочешь сказать Что даже если На моей карте Которую Там я вот Запланировал Если на ней Ячейка второго раунда Пуста То я все равно Могу выбрать Второй раунд И использовать При этом меч Смотри как в рулдбуке написано Вместо выполнения действия с карты Я так полагаю Там должно быть Действие А ну ладно Окей Короче мы сейчас В порядке хода И вы просто сможете Сориентироваться Какую карту разыграть Если допустим Я скажу то что Я вношу один урон Второму врагу И допустим И боргов скажет Зачем хрону вносить Третий раз И смотрите Я думаю тоже понятно На карте врагов Указано их хп Слева сверху Ну то есть Как только вы наносите Столько урона Он сразу подыхает И он свои действия не делает Если должен был сделать Сейчас мы должны Обсудить тактику Стратегию Но Все просто Давайте зомби Вольнем и все Да Он просто много вносит Так что Фокусируемся на зомби И все Лут кто-нибудь забирать Кто-нибудь может? Я не могу Я могу Окей Тогда я в общем Просто В первом раунде Вношу один урон на зомбаря А ты что будешь делать? Скажи Я буду Сбить зомбаря И сбрать тут Ты выбираешь Одно из действий На твоей карте А И ты должен сказать В каком раунде Это делаешь Я на третьем раунде Забираю Окей Харон Ты сможешь добить? Ну вы такие смешные Конечно Ну ладно Тогда я во втором раунде Дамажно его Ну ладно Окей Ну что Поехали Раскрываем карточки Одновременно Давай И поехали Применять все эти символы Смотрим на планшет Здесь никого нет Теперь мы Мы отыгрываем в порядке хода Все эти действия Что ж Я вношу один урон Ну вот здесь указано В первой строчке Я вношу один урон Зомбарю Это бам Положил Теперь Боркуп Ты Сказал что в третьем раунде Ты ничего не делаешь Я в втором раунде Харон тоже Теперь они Соответственно Щитоносец Он сюда себе щит принес И зомби Что ж Мне нужно чтобы кто-то из вас Забрал этот урон Иначе у меня В третьем раунде будет два урона Давай я Окей Положил Затем начинается второй раунд боя Снова мы И я пропускаю Я уже походил Затем Я бью зомби Все Ты зомбаря ударил Нет ты же в третьем раунде Надей Ты же говорил что в третьем раунде Да я делал в третьем раунде Да ты хотел лук взять Ничего не делал Да это я во втором раунде бью зомби Все И ты его ударил Положил сюда урон И он сдох Потому что у него все Два хп Он идет Вот сюда вот В ячейку убитых И на нем указано То что когда ты его убиваешь Мы берем Золотой зуб Зуб золотой Покажите мне золотой зуб Сразу И сюда Он идет сюда Все то что ты собираешь С врагов Идет вот сюда В наш общий мешок Это называется И теперь третий раунд А И он Он дает нам в раю Да Он щит нам конечно не дает И соответственно Он ничего не делает Третий раунд Борхуп забирай лут Ты же хотел лут забирать Лут забирается вот сюда В общий мешок Бум И теперь Что ж Щитобой Дает мне Один урон Все Три раунда Отыграно Все то что здесь было Скидывается назад В запас Враг уходит И мы эту комнату прошли И мы карту Карту которую мы разыграли Мы кладем сброс Ну может положить куда угодно Вот просто придумайте Где ваш сброс Я вот сюда положу Потому что вряд ли до сюда дойду И добираете до трех На руку И если бы всегда Если что Это уже не вам Я просто вам скажу Всегда в раунде Разыгрывается три карты Независимо от количества игроков Поэтому если играет двое То первый игрок Разыгрывает две карты Потом вторую одну Если играет в четвером То один из игроков Должен спасовать Ну там в общем да Такая ситуация Так что в четвером В это играть конечно На хз Прискорбно Когда убежал щитык Еще раз что? Когда щитык Щитык убежал А он просто ушел Все В конце Ааа Третьего раунда Они уходят Потому что А что им еще делать Они типа Баа Мы убежали от них Теперь Все это по сути Как бы Вся игра Понятно что происходит Да Ну все поехали Двигаемся дальше А что мне на роль идет А мы вот этот вот Тайлик выбрасываем Неважно пусть он здесь лежит Первый рух меняется Только А когда скажет Тайлик А Окей Там прямо символ будет А теперь мы идем сюда Я Так я первый игрок Должен вытащить Рандомную карточку сверху Посмотреть какой эффект будет Что ж У меня зелененькая Это означает Чем больше Пробирку Пробирку Слушай А ее нет А ты сразу отхиливаешь Видимо И видит ли Да Где там И видит ли А ну окей Тогда Все я Я Ивидит ли Отхилился Теперь мы идем Вот сюда В эту комнату Переворачиваем Талик Здесь Вот Жетон первой игрока Переходит Видите верхний символ Это значит Шетон первой игрока Передается По часовой стрелке Ну то есть Мы По часовой стрелке Должны передавать Но будем передавать Слева направо Так проще Потому что По часовой стрелке Если То я должен был Передать корону Здесь Что ж Мы сюда пришли Нам дают Красный свиток И нам дают Зуб Зуб мы переносим Кому Кого прокачиваем Красный свиток Кому нибудь Мы сами определяем Кому Смотри У меня При прокачке Брутальности У меня на нулевом Шаге Один урона Всем Любому Ну любому Да Любой ячейки У меня Если Если ты наносишь Этот самый Состояние То ты Наносишь Еще и урон Ну ты типа Отравленный Точнее Это отравляющий Поэтому ты типа Отравляющий Теперь я Расшифрую Что здесь указано У меня Все мои Атаки Имеют Вот такую Дальность То есть я могу Бить куда угодно Ну на самом деле Я думаю Хароном Прямо будет Хорошо В итоге Брутальность Тебе дали Теперь Я вот Почему-то Думаю Что этот же Точек Должен быть Закрыт Я не знаю Почему Он открыт По умолчанию Здесь то Он закрыт Мы идем На Кристалл Там Более Сильный Сильный Враг Да Это Элитные Враги Мы можем Пойти Туда А можем Пойти Если мы Пойдем Вниз Мы Кторгашу А потом Нам Два Зомби Точно Либо Мы Куда Угодно Ну Смотрите У нас Деньги Есть У нас Зубы Есть Мы Можем Пойти Сюда Чего Купить Я Специально Не Смотрел На Этот Жетон Не Помню Можем Три Три Драки Пойдется Что Можем Во До Начала Три Я Ну, а у тебя же там нанесение урона во втором. Я только что прочитал, написано, что выполните в этом раунде боя действия верхней карты из вашей стопки сброса. И типа... Ну, сейчас я раскрою карточку и потом мы обсудим. Борко, ты что делаешь? Ну, ладно. Борко? Давай попробую ударить второго. Ну, ты просто расскажи, ты должен сказать, в каком раунде, какое действие ты сделаешь со своей карточкой. И все. Я думаю, что мы зомбаря завалим. Да, ладно, я без зомбаря. Короче, переворачиваем. А потом до меня ход дойдет, обсудим. И теперь, Харон, ты в нулевом раунде вносишь урон, да, кому? Ну, очевидно, зомби. Зомби? И он щит кладет на себя. Угу. Подождите, я открою дверь. Угу. Блин, просто звучит так, как будто... Нифига это не так работает, как Илюш сказал. Ну, пока выглядит, как обычный душный врагарик. Не, ну, если мы не сделаем все правильно, то я в этом бою сдохну. Вот, а когда я сдохну, мы и заканчиваем. Потому что щитовик бьет тебя. Ну, щитовик бьет меня, но это единичка урона всего лишь. А у меня еще один хп останется. Соответственно, нам нужно запинать зомбаря до второго раунда, чтобы он мне не накидал подправки. Ну, и щас запинаем. Смотри. Что ж, у нас нулевой раунд прошел. Теперь мы ходим в первом раунде. Давай. Что ты говоришь будешь делать, Харон? Я в первом раунде кастую свою обилку. Ага, ты, то есть, меткость бахаешь? Да, я меткость кладу, собственно, на зомбаря. Вот эту обилку бахнул. Теперь, смотрите, вот у меня написано то, что в первом раунде я делаю свое действие, повторяю, в первом раунде я применяю навык, соответственно. А навык говорит то, что выполните действие с карты, которая живет наверху вашей стопки сброса. Причем не указано то, что должен повторять в таком раунде. Короче, это очень странно, но я считаю, что я должен просто вот эту шестеренку, которая здесь у меня нарисована на карте, заменить на два сердечка. Ну, просто я выбираю одно из действий и повторяю его. И раунд, в котором нарисована карточка сброса, не имеет значения. Поэтому, может быть, я, конечно, не прав. Но, в общем, если что, первый урон поглощает щит, я должен ему нанести, получается, три урона. Потому что два урона с карты и еще один заметкость. И вот первый урон поглотил щит, и потом еще бум, бум и зомби вздох. Извы. И скролл. Скролл, да, это вот сюда. Ну, мы его не сюда, а потом... Вот он сюда кладется, потом мы его сразу активируем. Короче, жетон меткости удваивает урон, то есть ты ему наносил четыре. Удваивает? Да, это где написано, кстати, что удваивает? Ну, вот читай. Мишень, безголовый или враг с жетоном мишени до конца боя получает плюс одну рану за каждую получаемую рану. Аааа, серьезно? То есть, если бы на нем не было щита, то ты бы его вообще вшотнул нахер. Ау. Ну, то есть четыре урона. Но из-за того, что первый урон прилетел в щит, он типа не выдваивается, но зато второй долетевший до него выдваивается. А что так сложно? Сейчас, подожди, я еще в другом роллбуке гляну. Так, секундочку. Да, 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 все так. Охренеть. То есть, я реально бы ему внес. Слушай, а ты полезный. Да ладно, правда, что ли? Этот Чиполах уходит, в общем, туда. Он не успел даже нести урон. А я имею право обнять свое действие. Нет, вот то, что ты объявил, ты это должен сделать. Ну, это, кстати, правда. Я объявил воздух включить. Ну, пол... Нет. А подожди, убери ручку свою. Ты наносишь урон просто, да, ему. Ты выполняешь действие урона в первом раунде. Ну, типа... Я могу менять, я цель менять не могу. Цель менять можешь, просто не можешь менять действие. А, окей, да. Тогда просто бьют. Так, и этот Хипт дает себе щит. Что ж, конец раунда, он должен сдвинуться ближе к нам. Вот в этом случае ты мог про него промазать. Ну, окей. Затем, мы все действие разыграли, да? То есть, у нас как бы действий нет у нас. Ну, нет, да, типа... Ну, и, в общем, он дает снова щит себе. Это во втором раунде. И в третьем раунде он первому игроку дает урон. Бум. Бахнули тебе. Что ж, теперь он... Все, он валит отсюда в сброс. Мы эту схватку пережили. Типа, вроде бы, окей. И что мы должны получить? А, лут никто не забрал. Ну, соответственно, свиток просто ушел, вот этот красный. Но фиолетовый кто-то берет. Че, кого прокачаем? У меня вторая вилка херня. А я хилить смогу. У меня... У меня вилка сама по себе херня. Но если она вкачается до какой-нибудь там... Второго и третьего уровня, где она наносит либо урон к хвозь броню, либо она просто убивает? Ты понял? Нет, это всем ты наносишь. То есть у тебя на последнем уровне за зубик ты можешь всем нанести один урон. Ну, тогда если прокачать. Ну, смотрите сами. Я хилю еще. Ну, хилю-то можешь только себя, либо любого? Любого. Я просто кому-то даю эту... Ну, давай пусть будешь ты еще хилем. Склянку. Давай, давай хилю. Окей, тогда я взял себе. Бум, этот ушел. И все остальное мы забрали, да? Окей. Все, карточка, которую заиграли сброс. Берем на руку еще. И когда... Вот когда вам нужно будет взять карточку, а ее не будет, тогда вот только сброс перемешает. Это важно для меня, для моей обилки, например. Че, погнали дальше. Мы идем за лута. Футбокс. Футбокс. Итак, здесь, ну, либо зуб и клетка, либо экип. Я за зуб и клетку. Я, правда, главный, поэтому я тут решаю. Ты здесь прохладный командуешь, да? Да, да. Все согласны просто. Да, да. Узуб уже положили, да? Да, да, да. Все, поехали дальше. Дальше у нас... Смотрите, видите? Вот здесь, видите, нарисовано. Мы не можем туда пройти, пока не добудем эту руну. А, как вы понимаете, ДДМК, это специально, специально залочили этот проход, чтобы вы не могли туда попасть. Руны, если что, у вас вот здесь лежат. Видите, вот здесь сейчас две руны есть. Соответственно, когда они будут цветной стороной вверх, тогда вы пройдете. А сейчас, что ж, этой руны нет. Поэтому, по этому проходу идти нельзя. Мы просто идем сюда. Ой, боссы могут, жирные могут быть и в обычных сайтхп. Еще ты какой-то слишком элитный босс. Ой, слишком элитный, не элитный этот самый. Кстати, да. Ну, видимо, так повезло. Может, типа переход, условно? Теперь смотрите. Видите, у этого лучника нарисовано справа сверху, куда он выходит, вместо обычных правил. Поэтому он идет сюда. И затем еще обычный враг. Он идет, как обычно, в первый слот. И у нас зеленый свиток в качестве лута. И, собственно, драка происходит точно так же. Этот лучник, если что, он в конце первого раунда подвинется в этот вот ячейк. Что ж, так, кого мы зафокусим? Блядь, там два урона. Там два урона и один урона. Там три урона. Ауф. Ауф. Ну, это можно разным персонажем накидать, если что. Ну, да, но как бы, если ты меня не отхилишь, то я сдохну в конце третьего раунда. А, нет, имуществующий посвятить он. А, Илюш, теперь активный. Все, похер. Больше. Давайте яси, смотрите. Короче, вы сможете убить кого-нибудь из них? Потому что я буду хилиться. Ну, смотри, я могу зомби запинать. Запинать? В первом раунде. В первом раунде. Окей. Ну, тогда забить на лучника, получается? Ну, а я предлагаю забить на лучника, он слишком жирный, но у него 3 хп. Ну, да, я тоже. Я лучик еще не сделал. А, ты говоришь, что в конце первого раунда он переместится на клетку вперед? Да. Он вообще, если вы убьете зомби, то он переместится вообще к нам. Хорошо, вы по лучнику сможете нанести? Нет. Два урона. В средней клетке. Я хилиться буду. Потому что иначе мы не выживем. В средне там он это. Он же уйдет. Ну, Борку, к тебе вопрос. Собственно, во втором, третьем раунде. Мне нужно... Нет, 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 я ничего не сделал. Ладно, тогда окей, тогда я замочу зонды. Так, давай, Левый, ксвудист. Ну, что, поехали? Я первый, да? Я во втором раунде действий навык играю. Хилиюсь. Борку подачу. Я в первом действии делаю действий навыков. В первом раунде что делать действий? Чего? Есть навык, ну, бабло. А, просто бабло? А, хорона ты забьешь, да, зомбаря? Я в первом раунде замочу зомбаря, да. Ну, все, тогда поехали. Брум переворачиваем. Что ж, я первый раунду пропускаю, во втором раунде хожу. Борку? Я просто беру блог, стонкс. Да. Ну, а я наношу два урона. Бэм, бэм, все. Уничтожай его, неси его сюда. У нас, ёпперс, это у нас этих золотых зубов. Формим. Прокачаемся вообще, бля. Так, и теперь, вот теперь лучник вносит два урона. Ну, смотрите, я давайте себе, я сейчас все равно хилиться буду, поэтому я один себе возьму урон. Один себе возьму. А второй, вот, Борку, да. И, соответственно, он... Погоди, стоп, 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 стоп. А, ты хилься на единичку, все. Да, и вот я сейчас... Имеет значение, куда он встанет, во вторую ячейку, либо в первую, я просто не помню. По-моему, он идет прям к нам. Вот так вот. Ну, это не критик, не важно. Закрывай все ячейки. И теперь... А, я не туда смотрю. Во втором раунде, начиная опять же с меня, да, я юзаю свой навык, вот этот вот, сразу хилюсь на один. Похилился. А, Борку, ты... А, ты уже здесь сходил? А мы все сходили. Да, все хил. Он тоже попускает в втором раунде действия. Хилю. И в третьем он меня бьет. Вот, и зачем убрал? Все. Бахнул. Что ж. Все, и, собственно, у него больше ничего нету, он взял и ушел. Да, если что, они отличают... Босс отличается от обычных врагов тем, что боссов нужно обязательно убить. А мы из разомби, кстати, получили золотой зуб, да? Да, получили. Так, и теперь здесь мы все сделали, и мы идем в токсичные вот эти вот хрени. Собственно, теперь мы закончили биом. Поздравляю вас. И мы попадаем в интербиом. Интербиом, он вот здесь вот. Если что, вот здесь вот нарисован, указан. Итак, в интербиоме в следующем порядке нужно сделать шаги. Если бы у нас были чертежи, они бы лежали здесь, чертежи это более крутые, мощные карты. Ну, у нас их нет, предметы. Затем, посещение рынка. Смотрите, мы можем посетить рынок здесь и здесь. Соответственно, что здесь указано? Вы один раз можете у торговца, вот этого чувака, купить какой-то предмет за два за два зуба. Ну, или вы можете похилиться за один раз за зуб, скинуть один урон, соответственно. Я предлагаю попробовать что-нибудь купить. Ну, я делал ничего. Либо-либо, или можем и похилиться. Можно, можно, и то, и другое. Но сначала вот мы мерчанты смотрим. Так, как оно все делается? Хотя, знаете что, оно должно быть наоборот, целитель должен быть здесь сначала, но это не суть. Возьмите столько верхней карт из колодоснаряжения, сколько указано, например, один за торговца уровня 0. Тащим. Вот откуда ты? Вот отсюда? Нет, погоди. За столько... Вот сюда. Наверное. Притащили. Что ж, это щит. Положите заморозку на первого врага. Который даст вам урон в бою. Ну, то есть, вам дали урон, вы заморозку положили на этого врага. Что дает заморозка? Она кладется на ближайшее действие. И, соответственно, это действие не выполняется. И мы сейчас можем купить этот предмет за два зуба. Мы можем не покупать. Что ж. Давайте я возьму. Давай. Два зубчика только скиньте, пожалуйста. Раз, два. Дальше. Кто-нибудь хилится за один зуб? Я так полагаю. Я буду, да-да-да. Зубик брали. И теперь мы можем аж за четыре зуба купить чертеж. И да, если что... У нас их нет. Да, если что, чертеж. Ну да, их... Они вообще вот здесь. Почему здесь... Здесь должны быть карточки. Что они сделали с обновлением этого говна? Я так понимаю, подразумевается, что мы как бы перешли в следующий биом. А, может быть, это биом. Это будет... Да-да-да. И мы берем просто вот эту колоду вот так хреначку и прикладываем. Оно не так работает. У каждого биома свои карточки экипа. Ого, ну вот так стоит. Вот слева, вот слева, получается, карты вот... Вот они в перо биома, а у второго. Нет. Только мы в интербиоме. Там прям уникальная колода должна быть. У этого биома. И она вчера была. А сегодня почему-то они обновили этот мод и ее нету. What the fuck? Ну, это не важно, на самом деле, для демки. Самое главное, что враги здесь есть, потому что враги тоже уникальные. Что ж, короче, мы чертежи купить не можем. Если что, если бы у нас были чертежи, они бы сразу пришли бы наверх стопки предметов. Но у нас их нет. И это все. Ну, то есть, вот мы в интербиом пришли и теперь мы должны прийти в следующий биом. Вот. Нужно убрать все жетоны биомов, карты монстров и чертежи, столько что пройденного биома, бла-бла-бла, и потом выложить новые. То есть, вот это, ну ладно, пусть это сюда просто перейдет и все. Не суть. Для того, чтобы показать, как игра работает. Окей, теперь. Вот здесь, кстати, в хорошем качестве указано. Когда мы идем по коридору с символом байохазард, нужно вытащить карту из колоды. И если там не будет символа, вы получаете урон. Если будет символ, все окей. И, собственно, мы перемещаемся сюда и идем по этому биому. Вот эти вот клетки, которые остались, мертвые клетки, они только в конце забега тратятся. Ну, как и в большом Dead Cells. Что ж, поэтому поехали, куда пойдем? Мне скажут, что значит вот такие вот коридоры, типа, ну, чек на плюсик. И что? Это означает то, что ты с руки скидываешь карту с вот этим вот зеленым, то есть зеленую карточку. Это плата для того, чтобы пройти по этому коридору? Понял. Сейчас, подождите, надо же скинуть карточки и добрать до трех. Если тебе колоколик училась, да, просто замешиваешь. Как у вас она закончилась, почему у меня не закончилась? У тебя закончилось. Ну, я сейчас взял карту и у меня все равно. Я скидывал за что-то дополнительную карту. Ну, окей. Ну, что мы едем, куда мы едем? Смотрите, вот здесь вот указано тот же символ руны. Мы не можем туда зайти, пока у нас не будет этой руны. То есть мы в эту комнату не попадем. Ну, то есть мы не можем пойти по верху, значит, мы идем по низу. Тогда, ну, видимо, идем вниз. У меня вопрос, а если у тебя нету этого и нету этого, то ты все? Интересно. Подождите, я посмотрю, что это за руна. Скорее всего, как работает эта ячейка? Если у тебя есть вот эта руна бараньего рога и ты идешь сюда, то ты всем вносишь по одному урону. Если у тебя нету этой руны, соответственно, ты начинаешь играть, как обычно. Ладно. Окей. Тогда понятно. Потому что вот здесь будет проще пройти, если ты скинешь карточку, видите, здесь ты попускаешь бой, получается. Ну, если не так, то не так. Финального рулбука, как бы, нету. Игра еще не вышла, так что окей. Куда идем? Погнали по верху. Поверху? Правильно. Ну, ладно. Окей. А кто первый урок? Ты. Ну, го, поверху, честно. Ну, или по низу. Нормально, халяву. Ладно, говорит. Очень жаль, что предметы не те, конечно, но че там? Рапира? Смотрите, вы либо вносите урон вместо третьего действия, вместо действия в этом раунде, либо вы вносите два урона если в бою есть дыра. По-моему, дыра не реализована здесь, в демке, поэтому вот... В этом я беру? Да, пойду ты бери. Потому что мы не можем из нас взять. Так, дальше. Что ж. Не, погоди, сначала проверку. А, да. Первый игрок. Что ж. Вы готовы, дети? Давай. отлично. Мы живем капитал. Дальше здесь первый игрок меняется. Та-та-ри-та-ри-та-ри-та-ри. И у нас элитный враг приходит. это дискастинг дискастинг борм и еще не дискастинг борм он заставляет вас скинуть это какую карточку скинуть с руки сейчас подождите тут это по моему ту который разыграл по моему ту которую разыграл и по на отменяет действие если ты ничего еще не сделал то есть то уже да то есть вот на этом на черве указано то что в втором раунде он скинет карту активную карту первых игрока и даст еще отравление отравление что ж а вы в конце каждого раунда боя получаете рану за каждое свое отравление поэтому я не знаю честно мы сдохли ну нет давай давайте попробуем завалить вот этого который вот сколько за фокусом который первый стоит а тут еще и 2 а это уносит две раны толку то она в реально получается тут что так что так мы получаем две раны в конце каждый из нас но подождите я же могу я могу отхилиться ну давайте а вы сможете кого-то запинать вдвоем одного хотя бы я не могу у меня тоже все плохо помню помню об этом хранить ты можешь скорее больше помню об этом а это да кстати это надо забывать ну смотрите здесь 1 сборку ты можешь один урона нанести второму червю который я действует как и он он когда начинается ход у интерьера в конце раунда после после раунда смотри после раунда вот тут нарисовано ну можем брать я даже я не смогу а че у нас даже лута нет нету в этой комнате что ли серьезно где она ух тоже лута нету что ж м м есть проблемы есть проблемы ну то есть мы получаем другому два урона от строго червя ну короче да илюш забей на хил смотри если я все правильно понимаю то я смогу второму червю два урона нанести ну или первому то есть какому-нибудь из них вот я могу два урона я могу считать я там щит ну короче мы общее тактика мы фокусируемся на одном из червей на втором я так полагаю потому что первого мы не вынесем и что ж вообще нельзя было говорить что мы будем делать просто общая тактика фокусируемся на втором червяки бурка бы 2 хера еще нибудь а слушай а это же получается что если ты по илью или получишь урон от второго червя то ты своим щитом наложишь на него заморозку и он не отправит нас да так сделаю бурку прозыграй карта не говорите делаешь не полный грек поэтому я отравляю вторым ходом червя так кого-то отравляешь а слушай получается в качестве награды за убийство червя мы получаем урон нет а да а да кайф мы мы сдохли погнали похер вообще абсолютно все равно короче я в первом раунде донесу урон а я щит положу что ж давай нулевой раунд разыграй а ну мы карточки урон вот этому вот говнюку так я тогда выдаю щит получается кому получается тут видите два урона нужно внести одному я даю кому-то кто впитает урон ну я если ну я я возьму ну да да окей хрон ты до борку единичку урона тогда этому же говнюку так окей теперь поехали вот этот хер вносит мне два урона но один я игнорирую щитом 2 проходит и при помощи моего свойства щита положите заморозку на первого врага который нанесет вам урон в бою заморозка еще раз говорю кладется а тут очень большие жетончики короче он второе действие свое не делает дальше отравление нет нет шикарно дальше поехали теперь снова мы второй раунд ну то что такая я отравляю 2 да можешь и теперь вот этот вот хер майор вот этот вот говорит на я скидываю карту а да ну извини на получаешь и получаешь отравление затем затем вот этот вот ничего не делает и он умирает он получает еще одну рану и умирает и теперь он вносит урон кому-то затем золотой зуб принесите золотой зуб и клетку и он уходит уходит сюда и рану что ж смотрите нет мы живем охрану димирану сейчас подожди дай посчитаем в конце второго раунда борку получим в конце третьего раунда он получает урон так что давай закончим это быстрее до забег закончился принципе вот такой первый забег дцл всегда заканчивается что происходит после забега мы берем вот эти клетки которые тут есть и мы их тратим на вот эти вот улучшения которые здесь есть что ж выберу к чему прокачаем но здесь просто нужно взять и выбрать брутальность пожелание ли тактику один абандент вэл точно это берем одну подожди положи назад если что они копятся между забегами ну давайте выберем что это что-то одно давайте в колодец окей сейчас уже я подниму его теперь об бум и здесь в общем написано это заброшенный колодец вы очень захотели кинуть туда что-то ну и в общем кинули ничего не произошло а чё вы ожидали спасибо игра вкусняшка просто ребят и чё из этого я я предлагаю живучесть прокачать кому-нибудь из нас неважно кого-нибудь плюс один ну давай мы не знаем там чё там неизвестный бонус просто связано там может быть еще и клавица ну чё выживать давай выживать то есть мы опа и перевертайте там у нас upgrade когда эта карта раскрыта возьмите следующие две карты выберите безголового которого их отдадите окей эта карточка уходит сюда теперь об безголовых которым и вот эти вот карточки можно между партиями между забегами менять друг у друга ну то есть вы это добавлять себе в колоду броня хилл удар заморозка ну и вас потихонечку карта становится все круче и круче я думаю что удар заморозку надо отдать борку по потому что если мы ему прокачаем брутальность он при накладывании заморозки будет еще урона носить вот а броню хилл но либо мне это мне но у меня же броня хилл в основном ну или тебе ну короче она вот так вот распределяется эти клетки скидываются и вы начинаете забег заново снова из призанин скотт у вас все тут заново раскладывается в общем рандом добавляется и здесь должны быть другие предметы другие чертежи и прочее ну и враги как видели они соответственно тоже раз давайте вот вот это вот возьмем кстати давай второй забег сделаем да я думаю можно закончить тут все очевидно и вот в общем вот так вот вы доходите до консьержа чем отличается битва с боссом от обычных драк как я сказал босса нужно убить и там вас несколько раундов то есть несколько ходов хода стоит из трех раундов соответственно вот и тут еще памятка есть у консьержа у него там есть дополнительные приспешники прочее то есть он на вот эти вот ячейки что-то вызывает но у него дохера хп и когда вы забиваете его первую фазу начинается вторая фаза вы переворачиваете карточку начинаете драться дальше в общем это такой данжен кроллер в котором вы должны вот этим заниматься кстати я знаю что будет в конце этого колодца но это спойлер если что но я знаю что там будет дальше и у вас ну тут не все есть если что и у вас рано или поздно любая колода скажет мол а вы не можете дальше открывать отсюда карточки пока вы не получите то 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 что вы должны найти по сюжету то есть вы должны получить какую-то руну там либо какой-то предмет и в общем вот так вот игра по сути имеет это на это называется все что эти вот это называется задача то есть вы можете вот эту задачу использовать она кладется куда-то вот сюда наверное fit задача в общем также у вас могут быть вот здесь вот умения всяческие которые сможете применять вот здесь в начале игры во время игры против все это будет меняться все вот эти вот пацаны будут обновляться то есть они будут становиться все круче предлагать другие варианты есть первый уровень а ну вот то есть он просто берет и вот сюда и оно сделано в оригинале то есть в настольном варианте достаточно интересно вот этот вот планшет планшет мутаций он складывается то есть типа это как точка сохранения я не знаю как это сделано это полагает там кита экранчике в которые то все суется и и чтобы она не выпало на в общем все это можно проходить пока пока не пройдешь босса хз насколько она сложна или легко вот ну чё это вам напомнил децелс ну так очень сильно отчасти мне кажется боевка переусложнена в целом да скажем так попытка сделать рогалик хорошая типа в настольном варианте но как-то она может типа в литной версии будет более проработана мне как-то как-то но но это демка тут тут еще баланс на самом деле по говну по моему идет и вот единственное чем не нравится то что ты должен реально запоминать про какое действие в каком раунде ты сказал ну ты сказал мол в третьем раунде выполняйте действие потом такой тебе позвонили ты на 20 минут ушел пришел такой а чё я говорил ну то есть тут нет никаких маркеров чтобы отметить какое у тебя действие и вот это вот на самом деле боевка переусложена реально тем что у тебя просто пустые раунды есть ты ничего не делаешь стоишь смотришь как тебя бьют это вот да но по-другому его конечно не сделает странно работы на самом деле мне кажется это было легко сделать по-другому ты просто делаешь немножечко другие карточки как-нибудь по-другому балансишь и просто разрешаешь при розыгрыше карты делать все что на ней нарисовано вообще а знаешь как это называется это называется боевка с инициативой и она не связи это это нужно это нужно прорабатывать баланс а этим заниматься соответственно скорпион маски наверно не будут ну и это типа с одной стороны кажется что какой-то интересный интересный воевка интересно даже кроллер но сейчас мы сгоняли сами одну партию такой ног типа очень я не знаю на самом деле в целом если рассматривать это как данжем кроллер то в целом по моему достаточно интересно типа вот у тебя есть карту на ней рандомится соответственно какие-то встречи все такое и ты как бы дошел сдох начал заново прокачался дошел сдох начал заново прокачался то есть если нормально сделать сохранение то в целом по моему нормально вот но наполнение что ты делаешь по ходу игры она конечно да чё-то страдает а что значит нормально сделать сохранение ну что чтобы все было легко чтобы ты такой типа вот тебе там пару ранов сделал вот тебе там надоело или наоборот ты хочешь чем-то другим там заниматься отвлекли все такое ты что-нибудь так легко сделал хоп-хоп-хоп там условно говоря 10 минут но я про бумажную версию понятное дело вот что-то сделал сложил все а потом ты такой на следующий день достаешь коробку открываешь и такой типа хоп-хоп-хоп разложился опять же там за пару минут и у тебя предыдущие сейва то есть что у тебя колода все такая же статы на месте прокачка интербиома на месте вот это все и так есть ну то есть ты не можешь посередине забега сохранится то есть ты забег как бы должен закончить логично но все у тебя на площадке мутации то есть все карточки которые нужны для сохранения там ну вот в целом то есть если вот это все реализовано нормально то по моему в качестве данжен кролера он прикольный вот но каждый ран он звучит точнее выглядит он как-то по-дурацки то есть если сам процесс рано сделать интереснее то по моему будет хорошо вот так вот это вот с карточками действий выбирать они могли просто дать каждому маркер первого второго третьего раунда и просто чтобы их клал на карточку это было бы неплохо так да борг бы что ты хотел сказать ну мне кажется что играм не очень на долгое время потому что мне кажется именно система рогалика в настольные игры в таком в таком виде тяжело вставляется потому что я понимаю что словно там первые даже если в рогаликах у тебя каждый забег это может быть там буквально пять-десять минут то тут типа кажется объектом начинаем сначала идем выбираем путь и ну я понял про понимаю что основные первые уровни в этой настолке будет проходиться на там не знаю среди детских слов просто уныло потому что вариативности нет ну да вариативности мало да то есть кажется сейчас оно все новое а потом ты будешь помнить какие предметы там есть чуть-чуть и может упасть и вот мы кстати вот один хороший предмет выпал остальные ну такое ну типа у тебя этот первый уровень будет и снизу в кошмар пони того что ты будешь проходить раз за разом если в праведливости ради как в дэдселлс ну там можно спидранить ты можешь пройти вот там прокачанным за пару две минуты а тут тебе надо проходить открывать и вот интересно какое там просто процентное соотношение вот этих вот жетончиков то есть может ли быть такое что просто пробежишь и не встретив ни одного врага и такого такого нету тут такой варианта нет реально должна быть битва а битва ну блин она вроде кажется быстро и там написано что быстро но бы это надо карточку посмотреть разыграть и прочее то есть если это была бы тупая пьяница ну типа вот та вот и хопа я разыграл карту о круто ну как быстрая боевка здесь это нихера не быстрая боевка это здесь сочувствует концы сочувствует о это пипец вообще это то есть подождите а какой смысл то есть если что вот это вот видите здесь усеченный угол это если что элитная встреча а это обычная встреча почему они ничем не отличаются это ничего с балансом нахерачили хороший вопрос у нас же именно это и произошло вот у нас элитная встреча и вот у нас не элитная встреча в общем-то они обновили мод на видимо сегодня и вот они что-то здесь похелили потому что это какая-то дичь типа что это типа босса для меня типа ну типа усиленные враги должны быть усиленных местах ну логично да и еще просто бои заканчиваются тем что враги просто не умирают как 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 убивать поначалу что враги будут до талова стоять но они уходят я тоже кстати и ладно то есть в любой рогали ты берешь убиваешь врагов чтобы на них на лут нафармить а здесь ты можешь просто постоять потерпеть и как бы конец короче не знаю а ну кажется что да но потом ты начинаешь вникать детали такой а зачем в общем хз я читал правила и мне было как-то странно это все читать им хуана да вот как салборку будет недолго на столе лежать тем более что вот мы сейчас открыли эту карточку вот эти карточки открыли да две штуки вау это много за часто но ты эти карточки сколько раз используешь они могут даже не выйти ты можешь а есть на тифа сколько будет принципе локассы если верить рулбуку по моему в шесть шесть биомов вообще написано 4 4 планшета и чё там 6 биомов и один двойной белый что-то типа того на стороне видимо вот здесь по момент написано финальном рулбуке вот здесь вот вот написано вот здесь прям 6 биомов и один двойной белым и собственно говоря там 169 этих всех таллика биомов прочее в общем короче пока что нет пока нет еще интересная цена ну там в общем на кикстаттере обещали обычное издание и делюкс издание делюкс издание отличается от обычного тем что там вроде бы есть дополнительный игровой персонаж а еще там вместо вот такого картонного маркера группы там фигурка ну еще там есть вот здесь вот написано фольгированные секретные карты секретов что ж они есть только в делюкс их вау вот здесь коллекторс эдишн коллекторс эдишн не делюкс эдишн коллекторс там правда коллекционировать нечего ну похер ну на самом деле оно лучше чем многие настолки по видеоиграм я вот bloodborne что-то как-то купил я сыграл power party это прям вообще херня какая-то если честно там тоже донжек роллер я хотел бы отборн с руки с рук купить там проблема bloodborne в том что если ты покупаешь коробку базовую то ты покупаешь еще должен купить еще восемь иначе у тебя не полноценная игра там как вы распилили там на три тысячи коробок и в общем делают за счет этого деньги что ж и на русском соответственно не будет из-за санкций дополнений никогда и здесь хз насколько они распилят это все если у них залетит влетит я так полагаю здесь можно пилить и пилить сколько там дополнений у дэдселс то я имею ввиду видеоигрового в общем да я помню только два или три дэдселс там что-то ретюрнута к словене еще что-то есть помню 455 дополнений ахренеть переплаты хоть она ну ну тоже дополнение в общем вот такая вот игра мы сдохли 45 минут обещанных для игры это браки это один забег всего ну там имеется ввиду один забег на рулю блин ну и блин больше ковырялись узнавали что это за символ потому что до больших шагов шагалы это понятно просто это знаешь это все равно что рассказывает всем что этот самый как в пандемии legacy это короче на час игра все нормально компанию за час пройти же самое в целом да ты пройдешь 11 месяц за час как бы но типа камон легося она про другое же ну вот да но формально же час партии играет сейчас формально потом то еще два часа между партиями раскрываешь эти коробочки пытаешься вдуматься в эти символы понять что они дают все эти базы и фигазы доставлять нахлеить до расставить это все раскидать персонажи переписать историю там этих персонажей потому что там родственники уже не прокатывают нужно другого персонажа ты лишь ттс идешь просто так все еще можно сделать в принципе вот так а